В московском городском суде в эти минуты заканчивается слушание об иске Фонда Федерации к Чулпан Хаматовой. Руководитель Фонда Федерации Владимир Киселев подал иск о защите чести и достоинства и деловой репутации в связи с публикацией в газете «Коммерсант» от 9 марта 2011 года, где Чулпан Хаматова критиковала деятельность этой благотворительной организации. «Стала узнавать, оказалось, что список попечителей Фонда — это закрытая информация. Мне удалось найти этот список. В нем были либо люди, о которых никто ничего не знает, либо просто люди с сомнительной репутацией». Фонд Федерации начали критиковать после галоконцерта в поддержку тяжелобольных детей с участием премьера Владимира Путина. Киселева обвиняли в том, что после мероприятия дети перестали получать поддержку из других источников, а от организаторов шоу никаких денег так и не поступило. Федерация активно судится с российскими СМИ в течение последнего года. Так, в конце сентября стало известно, что руководитель фонда Владимир Киселев отсудил 50 копеек у музыкального критика Артемия Троицкого за его высказывания в «Новой газете». Еще 3000 рублей Федерация отсудила у «Коммерсанта», а 200 тысяч рублей у московского комсомольца. В октябре 2011 года суд частично удовлетворил иск фонда Акчулпан Хаматовой, обязав актрису выплатить в пользу исца 1 рубль. Хаматова подала апелляцию. И вот только что стало известно, что дело сняли с рассмотрения и вернули в суд первой инстанции. В суде работает моя коллега Ксения Батанова, мы свяжемся с ней в течение часа. А сейчас моя коллега Ксения Батанова от здания Мосгорсуда, где только что закончилось заседание по делу обыски фонда Федерации Акчулпан Хаматовой. Ксения? Велико, привет, да. Только что не от здания, а еще из здания, потому что только что вышли из здания, где закончилось рассмотрение конституционной жалобы Тверского суда. Мосгорсуд, жалоба, я напомню, в чем Тверской суд, у нас все-таки высказывание Чулпан Хаматовой оскорбительное. Мы переследили за дети коммерсант и Чулпан Хамата выплатить в пользу фонда Федерации Владимира Киселева по 1 рублю. Собственно, они с этим не согласились, Чулпан Хаматовой не согласилась, была подана жалоба, поскольку она заявилась сегодня, ну, объяснила, почему продолжала, потому что она как человек подразумевала, что имеет право высказывать оценочное суждение, а ее высказывание о том, что в Совете Фонда Федерации есть какие-то сомнительные люди с сомнительной репетацией, это было именно какое-то оценочное суждение. Ну, собственно, суд принял очень странное решение. Дело в том, что при распечатке дела, вернее, решения Тверского суда была допущена опечатка. Там было написано, что люди, которых никто, ну, здесь должно было быть написано люди, которых никто не знает, а в итоге получилось люди, которых никто не значит. Вот. И суд, вместо того, чтобы решить спор по существу, когда права Хаматова или не права, или, может быть, прав Фонда Федерации или не прав, суд решил дать, собственно, дело обратно в Тверской суд для того, чтобы исправить опечатку. Вот. Собственно, такое решение суда, но теперь будем следить за этим делом. Ну, сегодня с Натальей очень много коллег Чулпан Хаматовой. То есть она приехала Евгения Миронов, приехала Наталья Вардианова, приехала актриса Евгения Симонова, приехала коллега по фонду Дина Коросова. Еще очень много. То есть, пожалуй, впервые на заседании было гораздо больше людей, которые пришли поддержать ответчика, нежели журналистов. Ну, собственно, сейчас будет дело пересматриваться, вернее, опечатка будет исправлена, а потом, скорее всего, она вернется опять на рассмотрение уже по существу. Спасибо, Ксения.